Наша сегодняшняя задача — исполнить 55 топовых таков-болоков. В премьер-лиге не всегда можно найти человека, который хорошо бьет. Ой! Так, одного убили. Как Колодин, да, в 2008 году? Да, да. Ушко страшно. Когда-то там, кажется, что шанс к нолю вообще. Уили! Сань, прости. Вы вообще изверги. А сейчас небольшой бэкстейдж покажем вам, как живой футбол собирается на съемки. Такой вот эксклюзивчик. Сегодня мы с собой берем преимущественно старые мячи. За этот год я накопил очень много интересных редких экземпляров, которые мы еще даже никогда не били. Будет очень интересно посмотреть, как же они летают. Еще видео обязательно о них расскажем. Насос. Конкретно этот с барометром, чтобы накачивать мячи четко под один бар и просто уничтожать вратарей. Наше оборудование. Здесь две основные камеры. На третью мы сейчас записываем. Также три экшн-камеры, три штатива, ну и два микрофона, чтобы писать качественный звук. Ну и что касается бутс, беру с собой Nemesis в новой расцветке и Predator как запасную пару. У многих профессиональных футболистов есть традиция не бриться перед важной игрой. У меня же все наоборот. Перед съемками я всегда должен выглядеть свежим и гладко выбритым. Это меня заряжает уверенностью. Я уже давно пользуюсь Gillette и недавно перешел на Gillette Fusion 5 Pro Glide. Благодаря технологии Flexball бритва идеально подстраивается под контуры лица и ей очень удобно пользоваться. Супер острые лезвия сбривают с первого раза и не нужно проходиться несколько раз по одному месту. Ну а чтобы процесс бритья прошел гладко и комфортно, советую вам использовать гель Gillette Fusion 5 Ultra Sensitive. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа, как у меня. Друзья, переходите по ссылке в описании, чтобы купить себе такую же крутую бритву от Gillette. А вот по этому промокоду вы получите скидку в 10%. Все подробности в описании. Все при работе. Гео качает мячи. Антон, оператор, выставляет свет. Слава просто греется. Все заняты делом. С нами сегодня. Женя, блудный сын. Наконец-то вернулся. Почему меня так сейчас это размотало? Блудный сын. В комментариях самый частый вопрос, когда будет перестрелка, когда будет ударная серия. Вот она. Нормальных ударных серий не было примерно год. Немец на немцы. Как она? Диски, конечно, у тебя за счет. Наконец-то начинает. 21-й. 19-й. Молодое вратарское поколение. Мануэль Нойер. Мне кажется, копия. Я ему подражаю, конечно. Смотрите на эти бицепсы. Конечно. Они сегодня готовы отражать все удары. Вообще все, конечно. О, еба. Конечно же, с нами сегодня Славик. АК Наклбол Ледженд. Всем привет. У вас есть отличные удары, отличные мячи. Обязательно их чуть попозже покажем. Георгий. Здрасте. Здрасте. Славик, по традиции тебе нужно сказать эту коронную фразу. Ну что, господа, попадай в перекладину и мы начинаем. Нет, нужно еще раз. Попадай в перекладину и мы начинаем. Но лук в перекладину. Жестко. За его! Еще один туда! Ты че? 300! Брош! Если бы вот этому дому понадобилось сбить все деревья здесь, то в принципе можно было даже машину не заказывать. Потому что три машины уже здесь. Эй! Здрасте. Здрасте. Как он деляет, а? Ой, хорошо летел. Уждя! Вы вообще извергий. На нашу троицу одного вратаря недостаточно. Достаточно. В предыдущем ролике 50 наклболов подряд мы били преимущественно современными мячами. Сегодня мы взяли старые. У нас есть суперинтересный мяч. Наверное, самый интересный. Это копание Кубок Конфедерации 2009 года в Южной Африке. Такой красивый, необычный, разноцветный топ. Да, ну и просто зацените, сколько сейчас такой новый стоит на ebay. Рыжий мандарин. Спецелла Power Orange. Это зимний вариант. Спецелла тоже очень красивый. Яркий, необычный. Мяч финала Лиги Шемпионов в Москве 2008 год. Красные такие бордовые звезды. Мне кажется, очень классно олицетворяет Москву и Кремль. Но вживую он смотрится просто феерично. Вот это вообще раритет. Финальная версия 2009 года. Мы его сегодня специально взяли в коробке. Потому что на нем есть ценник в 990 рублей в дисконте. Я плачу. 990 рублей. 990 рублей, да. Я также покупал Европас. Сейчас люди не знают, что мяч может столько стоить. Они там думают, что только Демикс, который самый дешевый. Цены нашей молодости. А, понял. Таких цен ты не видел, наверное. Да, мне же 9. Вот только за парковку платят обычно, да? Вообще главный вопрос. Удачи. Мяч Лиги Чемпионов 2020 года. В коробочке, свеженький. Точно такой же разыграем в конце ролика. Еще сразу бросается в глаза. Пупырышки для лучшего зацепа. Они здесь в форме маленьких-маленьких звездочек. Такое новшество. Прикольно. Кристиан Роналду. Вон там окно. 2007 год. Играет в Лиге Чемпионов. Роналду. Бриллиант! Криво. 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 Криво не было возможности. Криво. 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 2007 год. Саня пошел в детский сад. Да-да-да. Саня только родился. Я, блядь, 2000 года. Ребята, женщины играют в мячами. Футбол еще надо добавить. Это 2006 год. Женский чемпионат Европы. До 19 лет. Как вам вообще такой расклад? Ф-50. Да, это очень редкий мяч. Ф-50 мяч. Саня. Саня. С 2009 года. Ооо. Там сейчас такой сейф был. Ха, ты тварь, а? Я тебя прочел. Такой тварь. хорош как он ушел мне больше всего нравится что гео бьет очень буднично тут разбегается гео ставит мяч и он такой 9 летит просто но обычная жизнь человека вот он мы так давно не не снимали что гео отросла шевелюра чубаки 200 тысяч лайков и мы сыграем на волосы пишите в комментариях на кого он больше всего похож лев бонифаций смотрели такой мультик мне кажется похож еще на выжившего он тоже такой гривы ходил в 1020 году остается только выживать он тоже скажи по пути икс голос это они называются зачем в бутсях вообще используется карбон мои старые да покажу насколько подошва разные то есть вот да они вроде выпрыгивает теперь смотри да но вот она собственно и разница с карбоном работает знаешь как такая пружина в идее ничего это сделано то что во время бега во время ускорения инерции было больше при толчке несмотря на то что они тонкие они довольно плотный разница в шипах вот сразу очевидно они я искал они больше подходит для натурального газона одобряю мне понравились даже версия со шнурками сейчас нравится больше это раньше всегда играл без шнурковых сах вот я сегодня попроще кого ты весь говне если весь говне поэтому сейчас теперь я могу смело сказать на чё рыжий лови что ты отбил Вторых мячей в детстве не было, поэтому мы лазили на деревья, сейчас чуть проще, понятно? Ой, как вильнул, да, вильнул же? Да, падла, что-то такая дырявая, когда ты там, кажется, что мяч вообще просто в тартарары летит и шансов ноль вообще, а отсюда реально, знаешь, там удар, че стоишь-то, на самом деле, отсюда вообще по-другому смотрится, реально Привет, Таня! Тоже пантера! Что ты выберешь, профессиональный спорт или блогер? Спорт, не просто так ты наделал форму Баварии, реально Нойер, посмотрите на нее А ты что, бороду-то отрастил, на карантине? Да, я же болел Как прошло восстановление? Да вообще нормально, только вкус и запах я не чувствовал Пора почувствовать себя в шкуре вратаря Гел, сделаешь нормальный пушечный удар? По заказу не умею В меня шлепает По заказу не умею, сказал человек Не, оказывается, умею Для Спорт Экспресса Да, да, такая, блин Артист Женя у нас тренировался с профессиональными клубами Вот ездил в Урал, ездил в команду ПФЛ Если именно говорить про вратарское дело Насколько ты почувствовал разницу между... Космосом Ну, если мы опять же про РПЛ говорим Я не могу себя объективно сравнивать Я не тренируюсь столько же, сколько они Да, тут тоже есть очень такой важный момент Тонус И то есть там вратарь всегда собран, всегда сконцентрирован Нет момента, когда он потерял игру Как те наши удары в сравнении с профессионалами Ну, правильно тебе тогда еще Глушаков сказал В премьер-лиге не всегда можно найти человека, который хорошо бьет Кроме Дениса Глушакова, да? Поэтому, ну, это факт Я был в Урале, там был Бифалли, который так закладывал Ну, Паша Погребняк На самом деле Паша хорошо бьет вообще Но бьет-то не Тимащук Мощнейший удар Потрясающий удар с левой Павла Погребняка Видимо, он был готов То есть ничего удивительного в том, что вы бьете на уровне ребят из РПЛ Нет, вы знаете, как ногу поставить Знаете, как махнуть Все дело реально в практике То есть чем больше практикуешь, тем лучше удар Санюч Мы играем в ПС-4 Есть вопросы? А не пора ли нам уходить отсюда? Ну, вот это, у тебя с ним летит неплохо, конечно Как Колодин, да, в 2008? Да, да Мне 8 лет тогда было очень хорошо, помню САНЯ ПРОСТИ Сань прости Коварство 2008 Это просто мяч с женского чемпионата Европы Он не рассчитан на то что может попасть У меня аж голос дрожит Ну да, who cares Тебе чижика еще неделю очень больно отвечаю Очень больно отвечаю Реально член такой сейчас, по-моему. То есть больше, чем обычно. Саня, ты что, уходишь, сворос? Так, одного убили. Каким образом будешь следующим убивать? Женя постарше, поопытнее. Он с этими мячами все-таки имел дело. Это Саня молодой. Он привык тот старый ловить. А тот вот 2008 года прилетает. Лох! Жень, прогрейся, давай. Оооо! Оооо! Ладно. Ооо! Мальчик! Хорошо! Встал я, конечно. Ну, типа, блин, вы в канцлагерях людей так не мучили, как вы. Я, если бы, ну, у меня тренировки не было, я бы не экономил силы в конце. У меня тренировка через 3 часа. Ну, правда? Да. Самолет, частный. Из Шереметьево и туда сразу. В принципе, его съемки были неплохие. Ребят, напишите в комментариях, как вам наши удары. Понравился такой формат или нет. Это продолжение серии 50 на колбовую. Теперь она называется 55. Возможно, если будет много лайков, мы снимем 60 на колбовую подряд. То есть, будет такая рубрика на постоянной основе. Кстати, сегодня мы разыгрываем точно такой же мячик Лиги Чемпионов, только новый в коробке. И все, что вам нужно сделать, это оставить абсолютно любой комментарий под этим видео и перейти в наш профиль Инстаграма за более подробной информацией о розыгрыше. Конечно же, ставьте большой палец вверх. Ну а на сегодня все. Огромный всем удачи и пока!